Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Наталья Егорова, я продюсер кино и в недавнем прошлом студент нашего сегодняшнего гостя, замечательного продюсера документального кино Германа Трегубенко. Главное, то, о чем мы сегодня будем говорить, Герман продюсер, не просто продюсер документального кино, а главный редактор на историческом телеканале «365 дней ТВ». Там он, я так понимаю, работаю уже 13 лет, да, я не путаю? 13 лет, да, с 2007 года. 2007 года, обалдеть. И, конечно, нам очень интересно поговорить про этот канал, и мне, как студенту Германа, еще интересно, конечно, про, теперь уже бывшему студенту, про его преподавание в Академии коммуникации «Водшоп», где он преподает документальное кино, продюсерирование документального кино на соответствующем направлении продюсерирования. Герман, я читала вашу биографию, по-моему, в Википедии, там… Не может быть, не может быть, в Википедии меня пока нет, ну что ты. Значит, это было на сайте «Водшопа», что вы на телевидении пришли вообще в 80-е годы, да, и начинали с такого известного всем формата «Что, где, когда», потом был не менее и популярный «Брейнринг», и «Любой с первого взгляда». Это лучшее в моей жизни, безусловно, «Любой с первого взгляда». Вот я как раз хотела, да, спросить, потому что вы потом и во медиа работали, и на «Матч-ТВ», ну, я имею в виду, делали форматы для «Матч-ТВ» и «Заще», что было самым вот за эти 80-е, 90-е, 2000-е интересным и энергичным, и почему? Ну, самое интересное было то, что ты не назвала, это было «ВГТРК», это было с 2001 по 2007 год, ну, по 2006. Эта работа с выдающимся российским режиссером-документалистом Алексеем Денисовым, это была, так сказать, ну, прекрасная, с одной стороны, школа, а с другой стороны, это было, так сказать, продвижение, так сказать, моих личных знаний, умений, именно как историческое документальное кино, именно с Алексеем, я ему за это благодарен, он очень талантливый, и, так сказать, делает классные фильмы, и то, что мы с ним сделали, по-моему, тоже очень-очень даже интересно. Что вот, да, по-конкретней, что вы сделали, да, и что вы из этого опыта вынесли? Что вынесли? Да, правда. Ну, скажем так, к этому моменту, там, к 2001 году, я Алексея знал уже почти 10 лет, но это было в рамках производства, ну, тоже, скажем так, документального проекта «Русский мир», который он делал в 90-е, и его показывала ОРТ. Я, в свою очередь, работал в компании, которая занималась предоставлением технических услуг телевизионных, в том числе было производство в разных жанрах, то есть там были и программы, скажем так, публицистические, как, сейчас забыл название, с Татьяной Марковной Комаровой, позвони мне, по-моему, какая-то такая было название, были концерты, были, так сказать, программа «Цикловая моду» в стиле фэшн на еще старом четвертом канале, еще когда не было НТВ, вот. А уже в 2001 году Алексей позвал меня делать документальное кино для канала «Россия», тогда канал «Россия» менялся, пришло новое руководство, и, скажем так, историческая документалка поменялась на ВГТРК, а Алексей имел опыт документального кино еще, скажем так, на старом ЦТ, и, тем не менее, хотелось, скажем так, делать кино по-новому. Мне кажется, что фильмы уровня «Крейсер-варяг», за которым мы получили ТЭФИ в 2004 году, ну, как бы это было для того времени, это новое слово, но самое главное, что мы начали с документального цикла «Союз бывших», это было к десятилетию распада СССР, мы сделали 15 серий о 15 республиках, ну, 14 республик, и 15-я серия о Беловежских соглашениях. Мы объехали все наши бывшие республики, поговорили обо всем хорошем, что было, когда мы были одной большой страной, встретились с первыми лицами нынешними, прошлыми, встретились с деятелями культуры, с простыми людьми, ну, то есть это такое, скажем так, это было очень эпично, и я завидую съемочной группе, которая объехала все бывшие республики, там побывала, к сожалению, у меня не получилось, кто-то должен был быть в Москве на хозяйстве, им оказался я. Ребята объехали все это, включая там такие, как уникальные переезды, как из Грузии, в Армению, в Азербайджан на автобусе, чтобы не летать, там группа три раза летала в Туркмению для того, чтобы снять, записать интервью Туркменбаши, это, кстати, была последняя 15-я серия, уже 14 серий вышло, так сказать, ну, он все не давал согласия, и тут вдруг неожиданно звонок из посольства нам, а мы туда уже съездили, все сняли, только его не сняли, и вдруг звонок, и говорит, вы знаете, Туркменбаши увидел цикл ваш и сказал, как так, все есть, а нас нету, мы говорим, так как бы мы тоже есть, они давно как бы готовы приехать, так пусть приезжают, поехали. 15-я серия была как раз про Туркмению, это тоже был прорыв, потому что после этого еще несколько раз Алексей туда летал и делал там, как бы очень хороший материал об этой, так сказать, вдруг неожиданно ставшей закрытой для нас страны. После этого были потрясающие проекты «Русская Австралия» про, так сказать, эмигрантов, которые оказались в Австралии после 50-х годов, был фильм про Суворова, так сказать, «Человека на все времена», был фильм про генерала Скобелева, и мы смогли восстановить, скажем так, в электронном вилле памятник, который стоял на месте нынешнего Юрия Долгорукого, и есть надежда, что в скором времени в Москве восстановят прекрасный памятник, который вообще ни за что сломали нашему прекрасному великому генералу Кайлу Скобелеву. А где он стоял? Он там, где Долгорукий сейчас стоит, на этом месте стоял памятник Скобелеву, на коне с шашкой внизу, как бы фигуры солдат его эпохи, то есть там Плевна, Шибко, Туркменистан, да, ну вот как бы мы для фильма восстановили график трехмерную, сделали памятник, ну, вдруг когда-нибудь это восстановят. Про войну очень хорошие фильмы сделали, про Дрезден, бомбардировки Дрездена в 45-й сделали, ветеранов возили в Европу, они нам показывали, рассказывали, как они побеждали. Ну, такой был мощный-мощный период, который, ну, так сказать, показал, что, ну, во-первых, историческую документалистику в нынешних условиях делать легче, интереснее и ярче, ну, вот всячески я стараюсь, как бы, эту мысль для себя продвигать, что, скажем так, ну, не только BBC умеет делать клево. А вот вы сказали, в нынешних условиях можно делать ярко. Как сейчас должна выглядеть историческая документалистика, ну, вот в идеале? Ну, историческая документалистика в идеале у каждого режиссера и продюсера будет своя, да, то есть, допустим, если мы смотрим на каналы, ну, скажем так, большие, федеральные, мы видим, какая историческая документалистика на первом представлена, да, это крутые реконструкции, это Рюриковичи, это Романовы, да, при этом там есть, на НТВ есть там «Великая русская революция», цикл из 8 серий, где подробно каждый документик разобран, да, и есть канал «Россия», который, как мне кажется, делает историю через судьбы людей, ну, первый тоже так делает, но Россия больше в этом живет, то есть, как бы, через судьбы, там, участников или, ну, то есть, как бы, через личности нам рассказывает историю. Вот, ну, как бы, это вот мой взгляд, мне так кажется. А вот сейчас на пятницу пошел новый проект, которым, видимо, они очень гордятся, про Кремль. Про Кремль? Да, на пятницу, то есть, они именно ходят. Я, честно говоря, так сказать, уже вырос из аудитории канала «Пятница», поэтому я упустил, но, послушайте, Николай Картозия, великий документалист всех времен и народов, рано или поздно он должен был и за это взяться, а при том, что он теперь хочет сделать семь каналов, которые будут ему подвластны, то я понимаю, что рано или поздно появится канал «Вторник», где будет только историческая документалистика, сделанная его учениками, поэтому, ну, пока не видел. То есть, тема Кремля, она сложна тем, что, с одной стороны, об этом кажется, что уже много сказано, но при этом понятно, что документы об этом не раскрыты будут никогда. Поэтому, как бы, это вечная тема Кремля. Да, вот, кстати, я просто нашла, пока вы говорили, название точно «Красная башня. Тайны Московского Кремля». Вот вроде как они начинают эти тайны. Отлично. Я могу сказать, что про Кремль Алексей Денисов, про башни и про соборы, предлагал делать Кремлю еще там в 2003 году. И они говорили, да-да-да, конечно, да, да. Как бы, так сказать, значит, Алексей как бы сейчас в других темах, а мне до Кремля как-то немножко не получилось. Был разговор посотрудничать уже, когда я стал работать на канале 365, я был у руководителей музеев Кремля, и говорил, вот я хочу, хочу, да. Они сказали, да, вообще, отлично, клево. Замкнули меня на коммерческую службу. Коммерческая служба мне говорит, вообще с удовольствием. 600 долларов в час съемки, и прям что хотите, снимайте. 600 долларов в час съемки я пока не могу себе позволить. Ну, то есть, в смысле, там, я, наш канал, то есть, как бы, это здорово. Одно, мне кажется, надо как-то немножко, скажем так, соблюдать, ну, скажем так, одно дело, когда за 600 долларов снимет немецкое телевидение, да, и покажет. И другое дело мы. Как бы не то, что мы нищие. Нет, таки мы не нищие. Мы просто, как бы, делаем общее дело, как мне кажется. Если мы не делаем общее дело, тогда, конечно, 600 долларов. Понятно. Интересно, на каких условиях они пятницу пустели, но времена уже, конечно. Не, послушайте, я допускаю, что, ну, как бы, может быть совершенно, там, совершенно неожиданные повороты, потому что даже у меня есть фильмы, которые сделаны на канале, которые делали продюсеры, которые в Кремль заходят, и в Кремле много снимали, и даже тут у меня была ситуация, когда в прошлом году мы снимали наш цикл «Россия глазами иностранцев», и там хотелось несколько планов на Соборной площади снять. И я каким-то сложным длинным путем стал писать кисмы по этому поводу, что раздался звонок и сказал, послушайте, вы такой уважаемый исторический канал, зачем вы пишете письмо таким длинным путем? Есть же, ну, гораздо короче путь к комендатуру Кремля. Я говорю, у меня нет. Он говорит, ну, как, для вашего канала столько снято, вот номер факса, пишите письмо, не надо этих длинных путей, пишите, сказать, что, когда, чего и почему, и кто придет. Все написали, сказали, да, но в день съемок был ливень, и снимать было невозможно. Вот мы реально, да, в 10 утра мы должны были сойти на Соборную площадь, снимать несколько стендапов, красивых планов. Идет ливень, а мы понимаем, что, как бы, у нас еще несколько точек в этот день запланировано, дождь практически не прекращается, а съемки в Крутицком подворье нам с точки зрения фильма были важнее. Заканчивается дождь, мы начинаем снимать в Крутицком подворье, только мы заканчиваем в Крутицком подворье, выходит солнце. Мы мчимся на Красную площадь, мы понимаем, что уже мы не зайдем внутрь Кремля в этот день, да, но у нас еще была, как бы, запланирована съемка на Красной площади. Мы подходим и говорим, вот мы хотим вот поснимать здесь кучу народу, толпы, а у нас оператор с, ну, условно, с палкой, стадикам. И разгвардист говорит, минутку, где-то связался, чего-то, позвонил, то-се, пятое-десятое, говорят, да, до шести можно. Он говорит, ну, как бы, вы что на Красной площади хотите? Я говорю, вот нам нужен Минин Пожарский, Спасская башня, вот, как бы, общий план и стендап записать. Они говорят, пожалуйста. А там уже в это время строили трибуны для Спасской башни, и получилось, что пространство было свободно, а все люди были за забор. И нас пустили на, так сказать, на площадь, где никого нет, и прекрасно виден памятник, Спасская башня, мы записали стендап и поняли, что действительно, как бы, через комендатуру Кремля снимать значительно проще. И все, письмо есть, подписано, все, тебя пустят. Ты просил до шести, вот до 18.00, куранты пробили, мы взяли технику и вышли. Кремлевский лайфхак от Германа Сыгубенко. Ребята, вообще, комендатура Кремля и комендатура Смольного, про которые мы тоже делали фильм, да, это, ну, просто, просто железно. Это все, браво, я голосую за ним. Герман, а что было самым значительным за это, вот, за эти 13 лет на канале «Писка 55 дней ТВ»? Ну, так нельзя сказать, что… Нельзя, да. Ну, нет, ну, как бы, ну, за 13 лет жизни канала нет одного события, которое, ну, как бы, скажем так, нам и международных призов-то дали больше, чем один. Поэтому это уже как минимум три. Ну, то есть, какую историю расскажу, которая для меня была, ну, как бы, вот, каким-то таким сигналом, да? То есть, канал, когда создавался там, четыре у нас премии, четыре, четыре международные. Есть такая премия, она называлась «Hotbird TV Awards», потом «Utelsat TV Awards», ну, может, была «Hotbird», нет, была «Hotbird», стала «Utelsat». Сначала, прямо в первый год существования канала мы получили приз как самый динамично развивающийся, да? То есть, это соревнование каналов не только европейских, ну, скажем так, спутниковых, распространяющихся спутниковых. В восьмом году мы получаем приз, по-моему, канал, мне кажется, который работает в области культуры. В десятом году получаем как документальный канал, то есть уже три, да? Ну, как бы, для спутникового телевидения лично я это считаю как, ну, такой мини-оскар, потому что, как бы, я был на церемонии в десятом году, я видел этих людей, ну, скажем так, они живут в своем мире, который на нас совсем не похож. И их телевидение совсем не похоже. И в пятнадцатом году мы подаем снова канал целиком, да? Не одна работа, целиком канал подаем. Ну, кто забыл, пятнадцатый год – это когда нас уже все не любили, да? Уже случился Крым, уже случился Донбасс, да? Уже, а это осень пятнадцатого года, то есть уже больше года, как нас все не любят, вот. И, тем не менее, как бы, пишут, что мы в шорт-листе, да? Я еду на церемонию, церемония в Риме. До этого она была в Венеции. Проходила. А тут Рим, да? Ну, я думаю, ну, хорошо, Рим, да? Здорово, клево. Кто же откажется любящей историю посмотреть Рим? Заодно побывать на церемонии. Вот. И, ну, как бы, русские люди там были среди гостей. Я там за одним столом сидел с тогдашним руководителем, а нет, он нынешний руководитель Первый канал «Всемирная сеть», да? С руководителем Триколор ТВ. То есть, как бы, все доброжелательные, все очень люди. Но кругом одни иностранцы, все в серьезных костюмах. И первая же номинация «Бест документари» телеканал «365 дней ТВ». Я обалдел. Ну, то есть, скажем так, это могло быть до 2014 года, и категорически это не могло быть после 2014 года. И, тем не менее, нам дают приз. Как бы, я считаю, что канал у нас, конечно, самый лучший. Безусловно, самый лучший. Я смотрю конкурентов, да? Да. Ну, крепко, все крепко. Ну, то есть, как бы, это соревнуются все, там, и райистория, и скай, и там, ну, то есть, как бы, вот, все, кто занимается документалистикой. А это документари, это не только история. Документари – это те, кто Current Faire делает. То есть, те, кто делает слезы, как бы, вот, все страдания документальные, которые, как сказать, любимые и жюри, и аудитории, тем не менее, мы получаем приз в 15-м году. И тут же за столом оказались коллеги из Казахстана, которые говорят, да вы наш любимый канал, да мы дома только вас и смотрим. Да, прекрасно. Да, и я говорю, о! У вас вещание по всему миру или СНГ? Нет, нет, у нас вещание СНГ и Балтия, но каким-то пиратским образом до меня доходит информация, что вот так, звонили люди из Бостона, звонили люди из Белграда, вот они видели эти фильмы, эти фильмы. Ну, то есть, как бы, пиратство существует, ну, как бы, тем не менее, мы в охвате СНГ-Балтия, ну, мы заблокированы на Украине, но это естественно, потому что, ну, скажем так, потому что, так сказать, мы в своих программах вспоминаем о том, что была Волынская резня. Ну, была-была, нас за это на Украине закрыли. Но самое забавное, что, допустим, там, ну, ладно, как говорится, мы-то про Волынскую резню говорили, но есть коллеги из холдинга Red Media, которые каналы, там, Кухня ТВ, они закрыты, потому что у них шла реклама с Михаилом Пореченковым. Вот это больший абсурд, да? Мы-то хотя бы, как бы, говорим о событиях, которые они не приемлят, а здесь за рекламу с Мишей, прекрасным человеком, понимаете? Поэтому я, честно говоря, даже не знаю, канал «Русская ночь» закрыт или нет. На канале нет рекламы, точно нет политики, но, не знаю, может быть, как сказать, он тоже заблокирован, чтобы не конкурировал с украинскими каналами этого направления. Герман, а вот по поводу конкурентов в сфере, ну, каналов документальных, на рынке каналов документального кино. Ну, во-первых, канал документального кино, да, так как мы участвуем постоянно во всяких премиях, конкурсах, где не только работы соревнуются, да, но и целые каналы. Да, да, да. Есть премия, там, цифрового телевидения, большая цифра, есть у нас пару, «Золотой луч», там, любимый, там, пять или шесть у нас есть, да, и там конкуренция всегда, ну, скажем так, я считаю, что она сложна тем, что приходится конкурировать, ну, условно, с каналом Discovery или National Geographic, да. Ну, скажем так, это не в деньгах дело, да. Не в деньгах дело, что мы, скажем так, делаем продукт, а мы делаем сами на канале у себя, и мы закупаем лицензии. Ну, не все наше, невозможно существовать, все наше, извините меня, даже первый не делает все свое, да. Но у вас больше своего все-таки или закупок? Ну, скажем так, наверное, где-то по показу, по показу, делаем мы меньше, чем покупаем, но за 13 лет мы сделали, там, почти 5000 номинований, да, разных, поэтому, ну, скажем так, по показу, наверное, где-то около 50 на 50. Такой процентное соотношение. Ага, поняла. Поняла. Вот, и когда ты соревнуешься с Discovery, ну, сложно соревноваться с Discovery, когда, ну, белый медведь и мартышка всегда победят скучного дядю с бородой, который рассказывает о событиях, которые были, там, много лет назад. Ну, поэтому, ну, скажем так, интереснее соревноваться с, скажем так, с каналами, которые, ну, занимаются историей, да. Я считаю, что таких конкурентов два. Это канал История, который делает ВГТРК, и главный редактор там Алексей Денисов. Леша, привет. И канал Viasat History. При этом, скажем так, мы стоим, как сказать, ну, на кардинально разных платформах с точки зрения контента. Viasat History показывает только иностранные фильмы, фрагментальные об истории, только, да. И канал История может позволить себе показывать то, что делает канал Россия-1, канал Культура, да, и плюс закупает что-то иностранное, красивое, крутое, да. Мы показываем то, что можем сделать сами, и то, что купить полицей. Вот. Ну, вот как бы тут интересно, но мне кажется, что тут, как сказать, уже кто побеждает, ну, победа зависит от многих факторов, которые не все от нас зависят. И еще угол обзора, наверное, все-таки. Что еще? Угол обзора. Ну, что называть победой, как бы, конкурентной способностью. Ну, победой, ну, как бы, да, победой либо, как бы, узнавания на улице, да, либо, так сказать, богатства, ну, богатства канала, да. Ну, вот сколько у вас зрителей? И какой, кто примерно ваш зритель? Ну, смотрите, есть... Какие вопросы от потенциальных зрителей нашего интервью, которые прислали заранее вам? Да, да, да. Ну, понимаете, как бы, с одной стороны, можно персоналией называть, кто нас смотрит, да. Я знаю этих людей, не лично, к сожалению, но этих людей знает вся страна. Это некрасиво, да, правильно? Хорошо. Не будем так. Будем опираться на медиаскоп. Это люди, которые меряют. Как они меряют? Это, скажем так, это их пророгатива, что вот они меряют так. Справедливо это, несправедливо. Тот, кто по цифрам стоит хуже, считает, что это несправедливо. Тот, кто по цифрам выше, считает, что это справедливо. Как бы, у меня есть вопросы к медиаскопу, но мне говорят, что есть только так и никак иначе. Поэтому, скажем так, все играют на одном плохом футбольном поле. Поэтому по этим цифрам ежемесячный охват у нас порядка двух, около трех миллионов человек. С одной стороны, это мало. С другой стороны, это не так уж и мало, учитывая технический охват канала. Технический охват канала, к сожалению, зависит от количества абонентов спутниковых систем, кабельных систем. Постоянно идет ротация. Какие-то кабельные операторы нас канал целиком покупают, какие-то перестают покупать. И поэтому, условно говоря, вдруг неожиданный переход, скажем так, триколора определенных каналов навещания более крутых ресиверов, как это произошло там три года назад. То есть у нас было 7 миллионов абонентов только в триколоре. Только в триколоре. А потом нас и канал Кухня триколор перевел в пакет, который есть только в крутых ресиверах, более современных. С одной стороны, как сказать, мы встали, да? А с другой стороны, аудитория сразу стала 2 миллиона. Потому что те бабушки, которые купили, или там внуки, которые купили бабушкам в деревне триколор для того, чтобы там за 500 рублей в год раньше, а сейчас за полторы тысячи в год смотреть там 200 каналов, но они же не будут из-за канала 365 покупать новый ресивер. Как только это произошло, пошли письма от телезрителей, что вы делаете, куда вы пропали, как же так? Я говорю, ребят, мы есть, но мы есть только вот в ресиверах подобного уровня. Ну, как бы зритель не любил историю, он не будет покупать, не будет тратить 3 тысячи на приобретение нового. Поэтому вот, скажем так, идет откат, что где-то что-то меняется, количество абонентов меняется, а меняется количество абонентов, количество меняется смотрящих, да? А ведь важно же, чтобы еще и пиплметр, которым меряет медиаскоп, стоял у этого смотрящего, да? И чтобы у этого смотрящего там человека не было внучки, не дай бог, пятилетний, да, которая будет все время сидеть на каналах с мультиками, хоть и говорят, что типа это разные пульты, разные кнопки, телевизор-то один, пиплметр-то один. Как я могу конкурировать с маленькой девочкой пятилетней, которой нужно смотреть мультики про единорога? Ну как? У меня-то единорога нет, у меня и динозавров-то нет, понимаете? И белых медведей у вас нет? Белых медведей у меня нет. Бывают фильмы «Животные на войне», очень итальянцы сделали трогательный фильм, у британцев есть такой фильм, по-моему, австрийский есть фильм, ну, как бы вот все с животными, поэтому дети, к сожалению, не моя аудитория, но... А каков портрет? Вот для кого? Портрет такой, что это мужчина с высшим образованием, которому под 50 это вот портрет, да. И он любит смотреть фильмы про войну и про советскую эпоху. Ну, такой портрет. Я бы предпочел, конечно, портрет 25-летней девушки, которая любит смотреть историю искусства, но она в это время смотрит сейчас YouTube, в лучшем случае канал ТНД. Но, видимо, 50-летние мужчины с высшим образованием, они и дают вам стабильность. Вот как вы считаете? В чем... С точки зрения же рекламы считается, что ядро тех, кто, скажем так, поглощает рекламу с целью дальнейшего приобретения этого товара, то есть для рекламодателя, самая вкусная аудитория 25-45 и женщин. И женщины, да. 25-45 и женщины, это канал Кухня ТВ, наш прекрасный, мой любимый канал Кухня ТВ, моих друзей Таня, привет. Но при этом, в чем тогда от вашей точки зрения ваш рецепт стабильности, это тоже от зрителей вопрос, потому что, например, 24 ДОК закрыл, поле-то достаточно удобно. 24... Нет, про 24 ДОК... Но когда вы называете? Я с удовольствием следил за, так сказать, тем, как 24 ДОК развивался, потому что, когда я начал заниматься 365 дней ТВ, 24 ДОК показывал любую документалку, какую угодно, лишь бы это была документалка, ее качество было, скажем так, ну, сомнительное, и зритель, конечно, никогда не мог понять, что будет дальше, а, скажем так, смотреть любую документалку. Я не думаю, что человек, щелкающий кнопки после 20-й на своем пульте, как бы он готов смотреть что угодно. Как бы, ну, он, наверное, уже сложился. И поэтому, когда они перешли на Current Faire контент, да, это случилось где-то там году в 14-м, наверное, да, и вот они 3 года на нем прожили. И это было сомнение, потому что Current Faire в тот момент еще, причем иностранный, да, в основном, потому что, собственно... Current Faire у нас нет. Расшифруйте, пожалуйста, формат. Current Faire, ну, это, скажем так, актуальная документалистика. Это актуальная документалистика, это вот то, что происходит сегодня, сейчас, ну, то есть, скажем так, это и политика, то есть это не искусство, это не история, да, и это не, так сказать, не природа. Это близко к журналистике, да, скажем так? Ну, как бы так, это, наверное, они не публицистикой называются, ну, просто они говорили, что вот, у нас такого канала нет, мы такое сделаем, мы сейчас всех победим. Как бы у меня тогда были сомнения, что русский зритель будет смотреть иностранную актуальщину. Они говорят, что цифры у них росли, честно, я за ними не следил, потому что, как только они стали Current Faire, они перестали, скажем так, быть вот в наш, ну, в то, что мне, как бы меня больше... Меня любая документалистика интересует. Скажем так, когда я езжу на скрининге и смотрю там иностранный контент, русский контент, ну, русский чуть меньше, иностранный, я стараюсь смотреть разные, мне интересны тенденции того, как говорится, кто куда шагает, да, я с удовольствием смотрю Science, то есть науку, природу смотрю, Current Faire, ну, тоже смотрю, Art смотрю прям с удовольствием, да, потому что, ну, я считаю, что история, искусство и история, они связаны, и это должно быть, и у меня на канале прям как бы отдельный день, линейка, история искусства, и я как бы прям вот хочу это продолжать, и мне кажется, что это здорово. То есть это не конкуренция с каналом культура, да, хотя мы часто один и тот же контент берем, да, но просто культура это разговор о культуре, а мне хочется, чтобы это была история искусства, вот как бы тут вот в этом разница. Вот. Конечно, конечно, чтобы смотрели дети и молодежь. Мы для того, чтобы смотрели дети, делали специальные циклы, которые могли бы быть образовательными, но тут, скажем так, надо пробить еще наших учителей, чтобы они ставили наши 10-минутки, 15-минутки. Как бы, я считаю, что был удобный формат, 600 серий сделано, и как бы я, ну там, бываю на мероприятиях, когда бывают учителя, там, и, ну, скажем так, разного уровня, многие из них знают каналы, многие говорят, да, это вот то, что мы используем. Вот так, чтобы вот сказали, так, а теперь это вот как, как учебник, да, обязательный для всех, все смотрите программу «Семь дней истории» и используйте. Такого, конечно, нет, но, скажем так, это сделано, это лежит в Ютьюбе, на нашем, на, ну, скажем так, на странице канала нашего, 35 дней, то есть это можно. А у вас там много, много что лежит? Там много все лежит, ну, во-первых, там лежит вся библиотека нашей аналитической программы, а их было часов истины сделано, почти 800, и сейчас уже 70 программ историада, у нас документалистика наша вся там лежит, и, по-моему, ну, не буду врать, но мне кажется, что чуть ли не все программы, которые мы делали, все там есть, то есть это все, все можно посмотреть. Да, годы идут, и, скажем так, можно сказать, ой, 10 лет назад, старье, слушайте, историческое слово, оно не устаревает. А что было у вас, допустим, супер-супер успешно на вашем канале за последнее время? Ну, ну, как бы, ну, мне вообще кажется, что аналитическая программа, которую мы делаем 13 лет, она успешна, потому что, когда мы начинали делать аналитических программ, разговора на троих не было, а сейчас вдруг их стало столько, когда мне говорили, ой, какой скучный формат, целый час, кто это будет смотреть. Слушайте, если в Ютьюбе смотрят трехчасовой фильм Дудя, скажем так, сделанный, мягко говоря, ну, с точки зрения документалистики, ну, просто скучно, да, то почему не посмотреть двух умных людей? А сейчас таких много. И даже канал Победа, который показывает только художественные фильмы, но почему-то считает себя познавательным каналом, да, на художественных фильмах, ну, прекрасно. Они тоже сделали формат такой вот разговорный, понятно, у кого они... Кальку сняли с вас. А? Кальку с вас. Ну, нет, там не калька, там, скажем так, они взяли формат, сценографию взяли с циклок французского документального, который я показываю уже четыре года. А как он называется? Секреты истории. Секреты истории, стоминутные фильмы, но они сделаны как бы вроде как документальное кино, но там есть такой элемент дискуссии. И вот, скажем так, мне кажется, что они... Ну, просто я знаю, что руководитель канала Победы, она внимательно, мы очень хорошо дружим, она внимательно смотрит то, что... И вся семья в нее смотрит. Она смотрит, что я показываю, поэтому... Ну, и из того, что любимого недавно сделано, это, конечно же, совсем недавно сделал фильм про войну, мы сделали документальный Ольга Летягина, Александр Тазарец, Михаил Никитин, «Вернуться с войны». Это документальный фильм про поисковиков, их работу. И вот сейчас идет цикл, пусть сначала выйдет. Ну и прошлогодняя работа «Россия глазами иностранцев» три фильма о Москве 16 века, о Санкт-Петербурге 18 века и о Великом Новгороде тоже там 15-14 века. По-моему, получилось очень круто, очень интересно. Алексей Бекер, Ольга Летягина, Михаил Никитин, так сказать, мои обожаемые люди. По-моему, получилось весело. И дети смотрят, и взрослым интересно, и что даже есть отклик, историки пишут, находят нас в соцсетях и говорят, надо же, какой интересный, неожиданный, так сказать, скомпилированный взгляд в такой форме, которую легко смотреть. Я всем рекомендую. «Россия глазами иностранцев», у нас на Ютьюбе все это есть. Все лежит, отлично, посмотрим. А вот бывали, наоборот, однозначительные права в вашей истории? Ну, на канале. Права. Да, и что вы, ну да, как вы это оцениваете? Ну, опять же, что считать провалом? Что получилось немножко не так, как хотелось бы? Ну, как бы, по программам, наверное, нет. Наверное, все, что по программам делалось, получилось так, как хотели. Я считаю, что и проект «Исторические байки», который снят в 2011 году с ведущим Михаил Ефремов, я считаю, что сейчас некоторые зрители зачем-то пишут, как бы, человек в тюрьме, не показывайте его. А у вас на Ютьюбе это тоже лежит? Да, «Исторические байки» 365, трехминутных, трехминутных, да, есть, Михаил Олегович рассказывает исторические анекдоты, шикарно рассказывает, и я не понимаю, если человек, как бы, ну, попал в такую историю, да, он сам виноват, что так, что сел за руль, при том, что странно, я точно знаю, что там в 2011 году он ездил с водителем. Странно, почему мы должны перестать показывать его гениальную работу, да? Это не провал, это просто такой вот немножечко, немножко парадокс. Ну, допустим, на канале был, был сделан цикл, но это было еще там в далеком 2008 году, исторический гороскоп, да, когда, так сказать, ну, скажем так, мы предсказывали под разные знаки зодиака, вспоминая знаки зодиака из исторического прошлого. Ну, как бы это такой вот неоднозначный был контент, но тем не менее, то есть там кто-то нас осудил, сказал, как такой серьезный академический канал, и вдруг такая эзотерика. А мы говорим, ну, как сказать, чтобы зритель обратил внимание, что исторические личности тоже рождались в разные месяцы года. Кстати, многие из них, наверное, я думаю, я уверена, в это верили, и как бы на это обращали внимание, но как бы эксперимент был, он состоялся, так сказать, причем до сих пор актрисе Анастасии Бусыгиной, которая, ну, словно говоря, рассказывала все гороскопы, по-моему, до сих пор ей это, так сказать, припоминают с хорошим, что типа вот Анастасия, вот как вы классно рассказывали мой гороскоп. А вообще, они существуют, эти критерии успешности и неуспешности документального кино? Ну, критерии успешности там на больших каналах, да, это, понятно, можно посмотреть результат, так сказать, опять же, медиаскопа, да, был рейтинг или была, и была доля, да, рейтинг это сколько человек от всего населения страны смотрела, доля, это процент от тех, кто включил телевизор в данный момент. Ну, для них, наверное, это важно. Ну, как бы мы играем, скажем так, в маленьких цифрах, да, потому что, допустим, в МТСе канал 365 находится на 364 кнопке, да, я понимаю, что, как бы, наверное, зритель не щелкает, но, условно говоря, даже если кто-то хочет зайти, найти что-то интересное, и он не знает, что, чего, до 364, и он точно что-то зацепится взглядом, скорее всего, остановится где-то в районе 19-й кнопки или 20-й на МОЗ-ТВ, и все, и дальше уже не пойдет. Поэтому, ну, скажем так, я буду радоваться, если вдруг цифра измерений, а следовательно, нас не меряют, ну, как бы, каждую программу отдельно. Я буду радоваться, если, как бы, цифра будет, но я понимаю, что, ну, скажем так, историческая документалистика, это, ну, как бы сказать, круг любителей ее, он невелик. Но если... Начинают интересоваться историей после 45 лет. Ну, как бы, до этого, скажем так, их интересует сегодняшний день и... Ладно, если цифры отмести, то вы, как главный редактор, вот вам приносят проект, как вы оцениваете его подходящим для вашего канала или, скажем так, вообще зрительским? Ну, скажем так... В каких критериях? Ну, как бы, для канала я всегда смотрю, видел ли я на эту тему что-то, сделанное другим. То есть, вот, как бы, мы и сами то, что мы делаем, мы стараемся делать, ну, скажем так, либо, когда мы не согласны с общим мнением, либо, если, ну, скажем так, это не прозвучало 10 тысяч раз, да? Ну, казалось бы, что там, допустим, Россия глазами иностранцев об этом говорилось, да? Ну, вот, ту форму, которую мы нашли и тот вывод, к которому мы пришли, да? Нам показалось, что он, ну, скажем так, оригинальный и зритель мог этого не слышать, да? Опять же, про поисковиков. Фильм, когда мы делали, да, фильмы про поисков выходят каждый год. Там и на фестивалях я видел, и даже, как бы, сам призы давал за эти фильмы. Но, скажем так, истории, которые вот мы рассказали, ну, как бы, я подобных историй не слышал, да, и не видел, даже не слышал, не видел главных. Поэтому хотел, хочется рассказать о том, о чем, скажем так, не говорят. Вот, вот для меня лично главный критерий, да? Но и при этом, там, условно говоря, история, там, какой-нибудь там, восьмиюродной племянницы, великой княгини кого-то, ну, скажем так, вот, лично, для меня не будет такой интересной. Да, наверное, на канале, там, Россия такое может выйти, да, как бы, они это преподнесут с помпой, ну, скажем, для меня это не очень. Какой надо фильм снять или формат сделать, в общем, чтобы он появился на вашем канале? Как вот кинематографисту, особенно, там, молодому, к вам попасть, вам продастся, вам попасться на глаза, именно. Ну, часть же контента закупаете, вы же его, наверное, в России закупаете. Конечно, конечно, ну, вот, скажем, ну, вот, критерий такой, что, во-первых, это должна быть, ну, как мне кажется, тема, которая зацепит именно российского зрителя, да, да, то есть, это должно быть что-то связанное, скажем так, в большей степени с нашей историей, да, то есть, ну, скажем так, темы, история других государств, рассказанная нашими гражданами, ну, честно говоря, у меня вызывает сомнения. Ну, скажем так, пусть они про себя рассказывают, давайте мы рассказываем про себя. И хочется, чтобы это было исторически точно, да, чтобы это опиралось на экспертизу историков, чтобы это не было поп-хистри, да, был момент, когда очень хотелось, чтобы, ну, как бы люди хотели Фоменко-Носовского, как говорится, ого-го, чтобы мы только про это и говорили, но мы этого избежали, так, по ряду причин, вот, а то, что материал сделан по их работам, скажем так, он есть в интернете, ребят, как сказать, мы еще про, как говорится, нашу классическую историю не все сказали, а уж про, так сказать, скажем так, эти направления пусть говорят другие. А вот вам, допустим, можно ли вам на канал присылать заявку на будущий проект, или лучше, как вы рассматриваете, сейчас и готовы? Ну, как бы лучше готовы, потому что, скажем так, размах же у всех большой, а бюджеты у нас невеликие, поэтому, скажем так, реализовывать фантазии молодых документалистов мы не сможем. А если документалист проявит себя крутым продюсером и, придумав что-то большое, важное, найдет деньги, а на самом деле деньги найти можно, то тогда добро пожаловать, я с удовольствием буду показывать готовые. Я могу сказать, ну, я, ну, не сказать, что там прям аж много, но участвуя в фестивалях и там в качестве члена жюри, в качестве участника, я всегда смотрю работы и то, что мне, ну, скажем так, кажется, что может иметь отклик у зрителя, я нахожу авторов, правообладателей, стараюсь покупать. И есть люди, которые, ну, скажем так, подтвердят мои слова, что я увидел фильм, там, режиссеры с Ленинграда, да, она не юная, но она, ну, скажем так, работает в одиночку практически, да, как ИП. У нее, там, два фильма про войну, и они, как бы, ну, цепляют тема, скажем так, о которой я не слышал, и все, пожалуйста. Дима, вы же и сами организовываете фестиваль, в двух словах. Да, есть, есть, ну, скажем так, у нас был фестиваль на канале свой, называется, летописец, да, и как бы были придуманы там интересные ходы, и я думаю, что, может быть, даже скоро мы к этому вернемся, но, в частности, там, вот, четыре раза я был организатором фестиваля, который проводил Московский дом национальности, называется телекинофорум «Родные тропы», который именно был посвящен документалистике и программам, ну, скажем так, вот именно о нашем родном, и обязательно всегда была там номинация «История», была номинация «Этнография», ну, там, разные были, и вот, скажем так, четыре года было все хорошо, успешно, в этом году летом не получилось провести, понятно, да, что мы же фестиваль хочется делать, чтобы было еще и кроме просмотра жюри, еще чтобы живое общение номинантов было. Для меня фестиваль ценнее не то, что скажет жюри, даст диплом или нет, хотя это важно, важно общение, так сказать, обмен людьми. Конечно, мне хотелось бы победителей в следующем году, когда, так сказать, мы все привьемся от ковида, все равно привезти в Москву, сделать вручение и сделать экскурсии, ну, то есть, как бы, для победителей сделать все равно, скажем так, Москву точкой встречи. Ну, как бы, я надеюсь, что все получится, да, и 100 работ в год примерно присылается. 100 работ, да? 100 работ, да, и там порядка шести-семи номинаций, как бы, я все смотрю, я как и организатор, и как член жюри вижу, что, чего, куда, много региональных работ, много московских работ, много работ, сделанные на гранты, то есть, ну, и скажем, ну, даже за 4 года могу сказать, что и региональные производители шагнули, и грантовые шагнули, потому что бывает так, что сделаны на грант, но видно, что, так сказать, ну, просто творчество автора, которое сделало для себя и для своей семьи, то есть, кучно, неинтересно, а есть работы прям, там, вот, в прошлом году была работа про волонтеров, очень мощная, сделанная на грант, так, прям, круто, богато, сказать, со спортивной документалистикой, беда, прям, беда, да, мы сделали 2 года, была номинация, очень мало работ, ну, как бы, может, мы недостаточно о себе громко заявили, да, ну, мне кажется, даже руководители канала Матч, они сами признают, что документалистики мало, ну, то есть, как бы, только то, что делают они сами, а вот так, чтобы извне принести, по-моему, очень мало, хотя хочется, мы любим спорт, мы тоже в этом кое-что делаем, но хочется, чтобы было больше, когда смотрится, причем, мы на родные тропы берем, скажем так, не обязательно, чтобы это было в эфире, то есть, как бы, работы сделаны любые, там даже медиапроекты, которые сделаны для Ютьюба, все, как бы, добро пожаловать. Герман, вот, меня самой интересует данный вопрос, я же, ну, как автор и как продюсер кино развиваюсь и собираюсь продолжать развиваться, и долгое время в России, по крайней мере, установилась традиция, что вот документальное кино, оно все бедное, документалисты все перебиваются с хлеба на воду, снимать это, ну, как бы, за копейки только снимается, если, дай бог, ты получишь грант или на все время Минкульта, и зарабатывать на этом людей никогда, а у вас все-таки финансовая модель существует уже столько много лет. Как это у вас так получилось? И вообще, сами, вот, может ли вы дать такое наставление по именно продюсеренному документальному кино, чтобы оно зарабатывало? Авторы создатели. На самом деле, это все-таки две разные вещи, скажем так, деньги, бедные деньги на документальное кино, и как живет канал, это немножко как бы разные вещи. Я считаю, что, так сказать, гранты есть, гранты даются, и Минкульт дает гранты в деньгах, которые, я считаю, что вполне достаточно для того, чтобы сделать качественный продукт, и даже не спецпроекты, а обычные фильмы. Я считаю, что 2,5 миллиона, которые они дают, плюс то, что тут можно добавить, ну, как сказать, это нормальные деньги. Если, конечно, собираться сделать так, я хочу сделать одно кино, а потом 10 лет жить на сэкономленное, да, на прибыли, ну, так, так, не получится. Я таких людей не знаю. А если сделать кино и получить себе какой-то такой нормальный гонорар, мне кажется, что это, так сказать, вполне себе допустимо. Канал существует, во-первых, канал существует в рамках холдинга, да, то есть там есть еще другие каналы, и, следовательно, затраты на производство, на существование канала, они делятся в холдинге, ну, условно говоря, да, не нужно иметь отдельного бухгалтера, отдельное ОТК, отдельная там служба анонсов на один канал, можно иметь общую на холдинг, да, то есть это, это, так сказать, раз, канал можно продавать целиком кабельному оператору, пример, да, или спутнику оператору, это два, канал может продавать собственное производство, кому хочешь, отдельно, это три, да, канал может продавать спонсорство, да, то есть размещать у себя, ну, кто-то скажет, что это джинса, а кто-то скажет, что это, как бы сказать, никому не стыдно, никого же не смущает, что возрожденную программу на Медне Леонид Парфенов, ну, скажем так, слово Альфа-банк звучит там несметное количество раз, никого же не смущает, талантливый человек делает интересный контекст, ну, Альфа-банк, ну, здорово, что Альфа-банк помогает делать интересный контент, поэтому, как бы, я не против спонсорства, я только за, плюс продажа прямой рекламы на канале существует, да, как бы, есть некоторые условия, да, у нас в стране для того, чтобы продавать прямую рекламу, канал должен содержать не меньше 75% российского контента, ну, скажем так, это не проблема для исторического канала, как бы то ни было, и свой есть, и российский канал есть, где купить, да, не все, что хочется, можно купить, но можно купить много и хорошего, поэтому, вот, столько есть источников для, а, оптимизации, и, б, для дохода, ну, как бы, ну, скажем честно, исторический канал, все-таки, это канал, скорее, скажем так, ну, для будущего, ну, мы же хотим воспитывать молодое поколение, молодому поколению рассказывайте про нашу историю, если не будете вы рассказывать, то они будут смотреть Виасадхистори и думать, что хорватские рыцари были самыми великими рыцарями в Средневековье, ну, поэтому, давайте лучше про нашу. Герман, я так понимаю, что вы сами очень увлеченный историей человек, да, вообще, извините, кто вы по образованию, Герман? Мне очень... Прекрасный вопрос, хорошо, что не с этого начали. Я закончил Московский институт нефти и газа имени Губкина, и специальность у меня информационно-измерительная техника. Прекрасно, и тут вдруг история не порвала... Во-первых, во-первых, закончил я в далеком восемьдесят девятом году еще при СССР, а историю я любил всегда, и потом, ну, мало ли, кто чего закончил. Константин Левой-Черц закончил биофак МГУ, да, так сказать, ничего, как говорится, тем не менее, о, какое телевидение сделал, красивое, яркое, великое, лучшее. Вот, поэтому, как бы, ну, историю любил с детства, телевидение полюбил в юности, вот, а в молодости получилось, так сказать, попасть в прекрасную программу «Что, где, когда» и прикоснуться к этому миру, из которого я с тех пор не ушел. А в вопрос «Когда», они все, вот, действительно, все такие умные, да? Они не просто такие умные, они просто фантастически умные, то есть с ними, с ними можно разговаривать о жизни, и, естественно, у меня есть очень хорошие знакомые в этой сфере, и мы встречаемся в других обстановках, там, допустим, там, со знатоком, и с ветераном, с Леней Тимофеевым, мы вместе ездили в Лондон на футбол, вот, так сказать, я считаю, что я, так сказать, дружу с Александром Абрамовичем друзьем, и всячески его всегда приглашаю в свои проекты, он есть у нас в документальных фильмах, в иностранцах он есть, я его зову всегда в жюри, что где, фу, родных троп, и, как бы, он настолько умный, вы себе не представляете, вот мы смотрим, жюри смотрит фильм, он говорит, так, стоп, ну-ка остановите, этот человек рассказывает нам про битву под Москвой, а посмотрим, какие у него медали, есть ли у него медаль за битву под Москвой, останавливаем, делаем зум, он говорит, да, вот это правильно, это медаль за оборону Москвы, так, слушаем дальше, значит, человек имеет к этому отношение, вот буквально, ну, про друзья вообще там тысячи историй можно рассказывать, какой он клевый, интересный человек, как он там всячески помогает, когда его включаешь в проекты, и он вдруг не ожидает, а ты вот знаешь, где хранится макет непостроенного колокольни Смольного собора, когда я делал фильм про Смольный, я говорю, не, а я говорю, а была колокольня? Он говорит, должна была быть, и на макете, созданной для Елизаветы Петровны, колокольня есть, а макет этот хранится в музее Академии художеств в Санкт-Петербурге, кстати, мы там можем сняться, ну, там для него несколько было эпизодов, если ты договоришься, и когда я написал, я позвонил в, значит, в музее Академии художеств в Санкт-Петербурге, вот так и так, вот такой-то канал, я говорю, вот мы хотим фильм про Смольный, они говорят, что прям, сам Друзь придет, я говорю, да, тогда приходите, мы пришли, во-первых, колокольня, потрясающая в фильме, про Смольный она есть, Друзь рассказал историю, мы познакомились с соответственным секретарем, значит, этого прекрасного учебного заведения, она нам рассказала несколько интересных историй, мы говорим, а можно мы про вас фильм сделаем в следующем году, она говорит, ну, зачем, про нас же 300 серий сделал канал Культура 300-летие в Академии художественной, я говорю, так кто же канал Культура, так кто его смотрит, а ты 600-летие смотрят совсем другие люди, она говорит, ну, пожалуйста, если хотите, мы сделали фильм, и получился классный фильм, благодаря вот этой вот наводке Александра Абрамовича, поэтому, как бы, большой ему респект. Герман, а в какой момент и почему возникла еще тема преподавания? Тема преподавания для меня лично возникла неожиданно, хотя могу сказать, что многие мои друзья телевизионные преподают в разных вузах, да, и там и на ЖОФАКНГУ, и РГГУ, и во всяких киноинститутах, да, мне было интересно их слушать, потому что, ну, скажем так, мне было интересно их слушать, потому что они все говорили, что вроде как с одной стороны очень пытливые студенты, да, вроде глаза горят, ты им рассказываешь, да, потому что когда приходит время сдавать какую-то работу, ты понимаешь, что либо они тебя не слушали, либо они вообще ничего не делали, и этот ужас, да, мне рассказывал ежегодно известный тебе Наташа Александр Михайлович Гольман, он был в шоке от разных вузов, где начинал учиться, и везде, это просто кошмар, но при этом талантливые ученики у него есть, я их знаю, я горжусь, что я с ними знакомый, что Александр Михайлович их учил, и они в кадре работают, они молодцы, они очень профессиональные люди, это, в общем, как говорится, есть, и тут вдруг неожиданно мне позвонила моя коллега, с которой мы работали в Красном Квадрате для Первого канала, Юль Богатикова, Юль, привет, большое спасибо, Юль Богатикова, она руководитель курса продюсирования, руководитель курса продюсирования, да, а мы с ней как бы вместе в Красном Квадрате делали тоже документальное кино, кстати, очень, так сказать, это тоже отдельный, отдельный период был, для Первого канала документалку делать очень непросто, я вам скажу, но, но интересно, не просто, потому что им все время хочется, а еще вот это добавить, а еще вот это добавить, а еще вот эту тему давайте добавим, это к одному фильму, и поэтому производство фильма из там полутора месяцев превращается в полгода, это такая сложная история их, остановить их фантазию, я говорю, а деньги? Деньги есть, давайте вот это добавим, давайте вот это добавим, то есть как бы, ну, было несколько проектов, которые мы так делали так немножко бесконечно, и вот Юля предложила мне вот, так сказать, попробовать продюсирование документального кино, преподавать в вордшопе, и я раздумывал, потому что я раздумывал, я с ней поговорил, она мне рассказала свой взгляд, я поговорил с человеком, который до меня эту часть вел, Галя Григорьева, Галя, привет, с Галей мы знакомы буквально с 88-го или 89-го года, как сказать, это мы очень мощные телевизионные продюсеры, очень мощные, я Галю прям люблю, уважаю, она мне рассказала, какие сложности, что это очень прям непросто с точки зрения обратной связи и вкладываемой энергии, вот, ну, с другой стороны, мне показалось, что столько лет на телевидении и там, чистой документалке там 20 лет, ну, скажем так, мне, наверное, есть чем поделиться, тем более, что это же не дети, да, это не 17-летние, которые на первом курсе приходят в УЗИ, да, у которых, ну, скажем так, я догадываюсь, что в голове, да, потому что у меня есть дети разного возраста, мои собственные, я понимаю, когда у них чего происходит, и я понимаю, что 17 лет, это прям, прям тяжело, а здесь будут, как бы, люди уже определившиеся в своей жизни, уже что-то знающие, умеющие, и мне показалось, что это можно попробовать, и это превзошло мои ожидания, ковид внес, ковид внес фантастическую сложность с точки зрения, что нет живого общения, да, я люблю разговаривать вживую, скажем так, по телефону, я тоже, конечно, могу говорить, но когда ты с человеком вживую разговариваешь, мне кажется, легче донести до него свою мысль, а здесь получилось, что одно было занятие нормальное, когда аудитория была, второе было уже на камеру, третье, четвертое, а потом вообще из дома, и скажем так, два с половиной часа получается, что если нет обратной связи, ты должен обязательно удивлять, это было сложно, но я очень боялся результата, да, потому что результатом должен быть фильм, работа на 10 минут, во-первых, а, это коротко, б, это, скажем так, в условиях пандемии не все реализуемо, и, скажем так, результат, который получился, те работы, которые я увидел, они превзошли, то есть, как бы, люди, которые пришли учиться, они оказались, что они молодцы, то есть, они не пришли сочковать, у них, так сказать, был свой взгляд, что делать, да, моя задача была, ну, скажем так, вот именно в работе немножечко им помогать, обогащая общими знаниями, которые знаю я. Я понимаю, вы для Академии коммуникации и Водшоп, для вот этого, вашего курса, в рамках курса Юлия Богатича, и продюсирование, сами вот писали программу, сами продумали, что вы будете давать, что вам было тут важно дать, и почему? Ну, смотрите, я же не режиссер, и режиссер, и не оператор, не оператор. Мне, как бы, важен результат, да, поэтому, ну, скажем так, я и стараюсь давать те знания, которые могут практически пригодиться, уже, если ты, ну, скажем так, начал этим заниматься, да, поэтому, ну, то есть, я имею в виду, что, учить режиссури, да, я не буду, да, я позову, скажем так, режиссера, документалиста, который даст совет, да, я сценарий не пишу, слава Богу, для этого есть у меня прекрасный сценарист, Ольга Летягина, Ольчика, большой привет, которая, мне очень нравится, как она пишет, да, и она рассказывала, как она это делает, да, моя задача рассказать, как соединить этих прекрасных людей, чтобы они не ссорились и чтобы они работали на общий результат, вот, и, чтобы их фантазия не превосходила мои возможности, я имею в виду, ну, как продюсеры финансовые, да, и при этом привела к работе, которой мы все можем гордиться, чтобы она была честная и максимально точная, да, то есть привлекать людей, научить привлекать людей и средства, чтобы получился результат, от которого ну, которым бы все могли гордиться и говорить. Приятно, когда участники съемок говорят, получилось кино, спасибо, да, приятно, когда эксперты говорят, говорит, я вам дал книжку, а вы ее так трактовали, что вы высказали все вот именно так, как я бы это, так сказать, вот и хотела, да, и с точки зрения режиссуру, когда в нужный момент по мнению режиссера или продюсера, зрителя слеза. Ну, и главное, чтобы еще картинка была красивой, я обошел, когда красивая картинка, поэтому для меня оператор, это, скажем так, ну, слово, да, написанное сценаристом, и красиво снятая картинка, которую режиссер сделает в виде понятного всем посыла, вот для меня, вот что такое документальное кино. А если какая-то отдельная специфика у продюсера документального кино, а вот в сравнении с продюсером игрового кино? Ну, скажем так, в игровом жанре я немножко только попробовал себя в детском сериале, в Амеде. Ну, это, есть, есть, есть особенности, потому что, как бы то ни было, игровая история, она не может вся сниматься на натуре, обязательно должен быть павильон, да, и тут тогда уже вступают законы других кубиков, ну, с точки зрения, ну, в принципе же, это, ну, это лего, да, что один фильм, что другой. Кубики совершенно, ну, как бы, разных, других форм, цветов, что там, что там. То есть, общий подход, ну, да, но специфика есть, поэтому хочется, конечно, все уметь, но есть специфика документального кино. Да, сейчас скажут мне документальное кино, типа Романова или Рюриковича, это сплошная реконструкция, ну, да, ну, мы же говорим кино документальное, которое соединяет в себе, будет симбиоз и реконструкции, и крутой компьютерной графики, и красивых кадров, и умного, и ведущего, которому ты веришь. Меня попросили вас попросить дать определение документального кино, вот как вы бы дали это определение. Что такое документальное кино? Ну, сейчас документальное кино, это такой жанр, который не должен позволять усомниться, что то, о чем ты рассказываешь, было не так. Наверное, вот так. я вчера совершенно случайно посмотрел там художественный фильм американский, который вроде как на реальных событиях построен, дело Роберта Джоэля о террористическом акте в Атланте в 96-м году во время Олимпийских игр, о том, как человек, который всячески старался избежать террористического акта во время народного гуляния, был обвинен, что это именно он. И обвинен был ФБР, потому что им показалось, что ну, вот он такой какой-то немножечко странноватый, и в каких-то двух других случаях, когда были теракты, это были представители условных спецслужб, и он, как секьюрити, тоже подходил, и они все силы вложили в то, чтобы доказать, что он виноват. Но вот с одной стороны, я понимаю, что кино сделано на реальных событиях, но с другой стороны, я понимаю, что там много-много эпизодов, которые додуманы ну, как бы для красного словца. То есть, наверное, это было так, но я все равно не верю, что это было абсолютно так. А документальное кино хочется сделать так, чтобы ну, вот не было иллюзий. Хотя понятно, что историческое документальное кино это абсолютно фэнтези человека, трактующего эти события. запутала, да? Нет, 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 я поняла, понимаю, о чем вы говорите, это очень интересная точка зрения, это знаете, как то, о чем должен думать каждый документальный, вот то, что вы сказали, то, о чем должен думать каждый автор. продюсер. Я по крайней мере об этом думал. Да. Может быть, что-нибудь порекомендуете сейчас посмотреть? Три-пять фильмов рекомендаций документального кино для наших зрителей. Ну, это же будут исторические фильмы, да, поэтому я буду рекомендовать то, что идет у меня на канале. Ну, во-первых, 6 ноября второй сезон «Исторические города Британии», потрясающий профессор истории Элис Робертс путешествует по городам Британии и она, условно говоря, посещая город, находит там черты целой эпохи исторической. Первый сезон был у меня в сентябре, но, естественно, я буду повторять. А сейчас начинается второй сезон. Там, по-моему, «Дувр», по-моему, «Кентербери», по-моему, «Кардифф». И разные эпохи, то, как это легко снято, как она легко, будучи историком, никакая она не актриса, никакая не телеведущая, она профессор, она такая живая, активная. Там есть, кроме того, что это очень красиво снято, доходчиво рассказано, она знает, она спрашивает, и она все пробует. В каждом городе что-то. Шесть серий, просто второй сезон потрясающий, первый пересмотреть. Мне еще было интересно, что кое-где в этих местах я был, мне было интересно сравнить мои впечатления с профессором истории. Могу сказать, что там прям богаче. Я понимаю, что я там, как мне кажется, в какой-то степени, может быть, гностик, но я и третий не увидел, будучи там сам, того, что там есть на самом деле. Я заметил некоторые моменты, которые мне показались, о, вот это вот кажется так. Она подтвердила и плюс добавила кучу всего еще интересного. Это раз фильм. Потрясающий фильм, мне кажется, сделали французы, называется «Собор парижской богоматери», средневековые зодчие, двухсерийка, начали делать до того, как случился пожар, и добавили бы результаты. То, как сочетание интересных экспертов живого видео, анимации, графики, ну, прям, прям красота, и это неевоверно, как здорово получилось. И еще есть цикл, но он уже, наверное, больше года идет у меня, называется, это BBC сделала, называется «Власть и страсть», королевские коллекции, четыре серии, тоже крутой профессор британский, настолько легкий, знающий, он много чего сделал на BBC, но вот именно этот, он ходит по королевским дворцам Британии и рассказывает о разные эпохи через произведения искусств. Ну, это очень интересно, не потому, что я люблю там, британскую историю, я очень скептически отношусь к британцам, к их истории и к их, так сказать, ощущению ко всему остальному миру, но то, как это преподносится, как это снято, как это рассказано, ну, это вот, для меня это вот, наверное, вот сейчас вот тройка. Я все взяла на карандаш, да, теперь буду смотреть все это. Герман, знаете, вот как ваша бывшая студентка в Академии коммуникации, ворсшоп не могу не спросить, я очень хорошо помню, что вы сказали это и на нашей защите, и потом повторили уже осень на вручение диплома, то есть, это мысль точно у вас есть, оформившая, что вы пришли преподавать, вы не верили в нашу молодежь, как вы сформулировали, а потом, а через год поверьте. Что это для, вот что это выражение для вас, вот вы знаете? Слушайте, ну, ну, скажем так, я скептически относился к тому, что так, скажем так, так быстро можно научиться продюсировать что-то хорошее, я увидел результат, я понимаю, что результат дается предыдущим опытом этих людей, всех, вот, и с другой стороны, мне приятно, что я же вижу, какие фильмы представляют на фестивалях ветераны движения, документалистики, да, ну, честно скажу, как бы, ну, часто грустно просто смотреть, что олдскул просто вот его очень виноват, его еще очень виноват. Тут я вижу молодежь, которая по-другому смотрит, легче все это, все это легче делает, и все стараются сделать красиво. Поэтому, ну, я бы хотел продолжать дальше преподавать и общаться с молодежью, и если у меня будет когда-то возникать возможность, скажем так, что-то у вас просить делать, заказывать, я буду с удовольствием делать, то есть я не буду скептически, что типа, ну вот все, на мне закончилась документалистика. Она точно, она точно не на мне, и, скажем так, скажем, ну, я еще приводил пример на занятиях вам классного фильма российского про футбол режиссер-девочка. Да, там, как бы, деньги Фокс были, эфир был, по-моему, то ли в полвторого ночи по каналу «Россия-1», то ли в полтретьего ночи по каналу «Россия-1», но то, как она сделала про футбол, это, конечно, потом ее руководитель сказал, чтобы после этого она не получила ни одного предложения о сотрудничестве, что ужасно грустно. Ну, я надеюсь, что это не так. Ну, в общем, как бы, ну, я вижу, что молодежь будет делать круче нас и круче тем более. наших отцов-основателей. Герман, спасибо большое за веру в нас. Я сюда живу к молодежи. От тебя-то я вообще кино жду. Я сама тебя жду. Герман, спасибо большое, что ждете. Да, я вам пришлю в первых в первых рядах. И спасибо вам большое за интервью. Вот. Мне было очень интересно, как всегда, с вами очень интересно. Всегда открыт. для предложений и вашего контента. Спасибо. Спасибо, Герман. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова